Всем привет дорогие друзья, с вами Грув, поля сражений, играем-побеждаем, рад приветствовать вас в новом видео, спасибо за вашу помощь в борьбе с алгоритмами ютуба, лайками, комментами и всем тем, что мы так любим, подписками конечно же. Итак, сегодня бы хотелось поговорить, показать гайд, гайд о том, как играть за авку. Ну, похлевих очень слабый, я конечно могу показать вам мерзоцида, но большая вероятность того, что на этом рейтинге вряд ли я выиграю, вот, ну типа топ-4 вряд ли вы зацените, поэтому как бы, так, похлевих вообще плоха, блоха вообще. Ну, можно показать авку, как сейчас за авку играть, давайте, да, авки давно не было, и из этих она действительно лучше всех. Ну, там еще лекстразы есть, но лекстразы так, по настроению, когда хочется немножко в драконов. В принципе, давайте поговорим о бафке, если не знали, этот герой два хода ждет, потом разыгрывает два Т3 юнита из третьей таверны. Это могут быть разные драконы интересные, бафы и тому подобное, поэтому приготовьтесь, приготовьтесь ловить что-то очень интересное. Что я могу вам посоветовать в данном случае, так это попробовать поиграть и блокировать котиков и мурлоков, потому что это очень помогает, вы играете мурлока, либо котик, продаете хвост и опойте таверну. Вам ровно рубля не хватает, чтобы что-то купить и еще выйти в таверну. Из-за этого нужны очень котики и мурлоки. Я предпочитаю больше котов. Почему? Потому что в третьей таверне у нас есть такая фигура, как вожак. И эта фигура дает баф котикам, и вот этот ранний выход во вторую таверну дает вам возможность найти этого крысу. И крыс под вожаком смотрится очень-очень сильно, это очень сильный буст. С этим бустом вы сможете выходить в более раннюю таверну. В остальном же, ну, можно типа лучше синиться в руках, чем жировой линейкой, оставить мурлока, тоже неплохо, тоже неплохо. К тому же есть навигатор плавников скверны, и теперь я знаю, если я возьму, я баф как-то раскину. Почему бы нет, да? В общем, что брать из третьей таверны? Ну, вот самый лучший вариант, и, наверное, это для меня. Самый лучший вариант, это взять бронзового стража к нему с умеричного эмиссара. Очень хорошо. Оголодавший дракон, ну, это как бы на свой страх и риск, потому что говорят, что оголодавший дракон подкручен немножко. Вот, и его, конечно, не советуют брать. Есть блокобот, есть навигатор. Блокобот очень хорошо, ранний блокобот это круто. Типа, ну, почему бы нет. Есть еще один навигатор и Кадгар. Мне нравится Кадгар ранний, потому что мы сейчас берем вот этого Мурлока, о котором я говорил ранее, играем, и здесь призывается куча токенов. Далее мы продаем хвост, можем, конечно, голову продать, но нам какая разница, если я поймаю Мурлока, Волнолову, у меня все равно будет триплет. Да, именно для триплетов берется здесь Кадгар. Вот, ну, я считаю все же, что бронзовый страж лучше, чем блокобот. Ну, типа, бронзовый страж больше топовых сборок через бронзового стража, чем через блокобота. Ну, как-то так это работает. Плохой удар тут. Хотелось бы тут еще что-нибудь убрать, но нет, нет. Размены ужасные, точнее, ну не размены ужасные, тут Йоксарон очень, очень сильный. Сложно такого Йоксарона победить, я думаю, это будет резкий выход в топ-1. У нас два триплета, это круто. Собираем первый триплет. Сразу же к нему второй триплет. Играем сначала, наверное, Мурлок, потому что может еще Кадгар прийти. Здесь есть еще блокобот, Оголодавший дракон, Бронзовый страж. Блокобот круто. Два блокобота, это хорошо. А тут что? Еще Кадгар. Да я, наверное, возьму Зерус, потому что два Кадгара мне, ну, совсем не нужны. Здесь есть Мурлок. Полководец. Зерус, типа Зерус должен сразу сыграть. В ближайших двух раундах он мне должен дать пятый-шестой дроп, тогда мы, как бы, его реализуем. Иначе это, как бы, будет очень слабо. Блокобота взял Овер Дракона, просто потому что, ну, тут уже почти триплет Блокобота, как бы. Ну, и какая-нибудь шальная кошка механическая даст мне огромнейшее усиление, поэтому, поэтому вот так. Теперь, в принципе, от Мурлоков можно отказываться. Я думаю, здесь смело можно идти в левел. Такого стола должно быть достаточно, чтобы побеждать. Здесь мне предлагают бабушку. Я предлагаю выйти в левел. Ну, это не так, конечно, сильно, но надеюсь, что мне прям супер по лицу не впендюрит. Есть триплет и есть железнозубый прыгун. Сейчас будем думать, как мы это сделаем вообще. Потому что, скорее всего, я буду собирать триплет четвертой таверны. Потому что мы выходим в Мехов, и Мехи любят больше четвертую таверну. Там есть ранний ровер. Там есть из механизмов раздражодуль. Там есть механо-яйцо. На крайнях там есть железный сенсей, который будет бафить моих блоковод. Ну, скорее всего, скорее всего, пирамидону мы здесь должны проиграть. Тут урона не так много. Здесь 4, 6, 6, 16, до 8. Это очень мало для этого раунда уже. Тут один рез баблов мне бы очень сильно помог. Здесь очень много статов будет у его драконов, поэтому... Не, вообще, в принципе, это нормально. Но против нашего оппонента это ненормально. Потому что слишком много хп. Нужно больше атаки тогда в данном случае. По факту я, как бы, никого и не убрал. Смотрите. Значит, тут такая тема. Ну, тут, скорее всего, будет камбэк с... Ну, если будет. С малого количества хп. Стандарты. Багургал. О! Багургал. Ха! Блин! Багургал. А ну, Багургал, наверное, я буду брать. Багургал мы, наверное, берем, как бы. Багургал сейчас силен. Здесь есть механное яйцо. Механное яйцо тоже делаем. Я думаю, мы берем тебя. Ну, чтобы хоть как-то, да? Хоть как-то поэффективнее сыграть. Мне нужно продать... Кадгара. Я могу сейчас ставить яйцо? Вместо Кадгара. Я, наверное, раунд переживу. Я передвинул сюда, потому что думаю... Эй, куда ты двинулся, лол? Я просто забыл, что у меня тут оппонент немножко другой. Мне очень хотелось ему Багургла давать. А он на билку, кстати, не играл. Ну и зря. Ну и зря. Да, хочется, конечно, хочется яйцо поставить, потому что вот этот Бабл очень многое дает здесь. Слушайте, ну не знаю, не знаю. Как мне тут выходить мехов, когда так мурлаков насыпало? Очень интересно. К яйцу желательно взять... Желательно взять порождение Нзота. Я могу в левел пойти, но боюсь, что мне это... Будку сломает. Именно этот противник. Я думаю, что тут мне уже... Вот этот дядя не особо важен. Вот этот, кстати, тоже. Побольше хп. Не уверен оставлять меха на яйцо. Не очень хорошо, что я вот это вот все апаю. Потому что это уже все золотое, но в триплет не войдет. Это плохо. Здесь тоже мурлаки. Ну, значит, потихонечку будем отказываться. Потихонечку будем отказываться от вот этих вот мурлаков. Просто мне сейчас обязательно нужно усилиться, чтобы я мог противопоставить хотя бы ее к Сарону. Иначе, как бы, мне каждый ход будут будку выносить. Конечно, триплет, вот, учитывая то, что мне дали багургла, лучше бы триплет этот собрать в четвертой таверне пятеркой. Так был бы шанс на Брана. Но тогда у меня бы не оставалось мурлаков под Брану, вот в чем беда. Вот в чем проблема. А так проблем нет. Ну, здесь я уже с ее к Сарону справляюсь, очень приятно. И надеюсь, мы ему очень много уронов внесем. Да, это много. Это четверка, это пятерка и единичка. И да я сам на составите таверны, как говорится. Это ответочка ему за 9 урона он мне тогда нанес, по-моему. Так, еще один Зерус, здесь выход в левел. Я думаю, возьмем Зеруса. Есть ХП. Зря брал Зерус. Тут у нас что, смешанные существа, 0 триплетов. Ну, как бы, я должен по умолчанию выигрывать с тремя триплетами, мне кажется. Вопрос, берем ли мы вайширского провидца. Скорее всего, берем. Ну, круто же смотрится. Какие-то мурлоки, что-то на атаку. Проблема, что мне уже надо от мурлока 5-7 избавляться. Но я еще не знаю, что Зеруса придет. Я просто посчитал, что я достаточно силен, чтобы еще себе и Зеруса взять. Второго. То он уже дал одного багуру, может и Брана даст. Или адаптатора на мурлок. Ну, тут идеально было бы адаптатора. Скорее всего, в четвертий, наверное, мне ничего не нужно здесь. Вот, скорее всего. В пятой таверне больше полезного. Поэтому мы, наверное, будем выходить в уровень. Вообще, надо посмотреть, что сначала Зеруса дадут. Зерус очень важный вот заход. Потому что если там будет адаптатор на мурлоков, то можно продать яйцо. Яйцо пока что ничего, но яйцо можно продать. И купить провидца, сыграть провидца. И адаптировать вот это все. Либо сначала адаптировать, посмотреть, что там Бабла может придут. Потому что мурлоки с Баблом можно тогда и в четвертой посидеть. Если я поймаю Баблу, можно сидеть в четвертой. Потому что в четверке Яд есть. В четверке Бран есть. Что еще для счастья нужно? Наша задача просто сейчас не терять хп. И каждый ход желательно усиливаться. Потому что может быть еще раунд я буду силен, но потом я стану не такой сильный. Вот уже его дракон. Творит всякую ересь. Здесь неплохо, но... Эх, Бабл снял. Снял Бабл, но тут все красиво. Все красиво. Мой ранний Багургал справляется. Это очень важно. Ну и желательно в пятерочке очень хорошо поиграть. Очень хорошо. Вот прям вот хороший ролл должен быть в пятерке. И может быть Зерус хороший. Мамаша. Блин, мамаша это круто. Ранее мамаша дает большой вэлью. Я думаю, что мы отказываемся от вот этого Мурлока. Хватит уже этих Мурлоков здесь держать. Сделаем один ролл. Здесь еще хп. Мамашу естественно я ставлю. Мамашу мы играем. Здесь еще хп пришло на Мурлоков. Наверное возьмем. Наверное возьмем. Так, давайте по расстановочке подумаем. Я думаю, что пускай мамаша где-то в конце будет. Здесь драконы, третья таверна. Я думаю, что Дэрил нас должен выигрывать. Но не настолько много, я думаю. Типа вся надежда, смотрите тут. От чего мы можем проиграть Дэрилу? Ну, во-первых, например, он ударит в Блокобота без Бабла раньше, чем ударит по Яйцуду. Это дополнительный урон. А 10 дэмэджа, но это фактически одно существо какое-то дополнительное. Вот. Как еще там? Не вскроется Багургал. Или он ударит первый раз в Мамашу Бесов, да. И просто Мамаша Бесов не сможет никого призывать, потому что полный стол. Короче, много вот таких вот микромоментов, которые может пойти не по плану. Но уже надо как бы рассчитывать, во что мы будем переобуваться. Либо все-таки Мурлоки, либо Мехи. Но Мехи, скорее всего, будут, если я найду Ривендера. Я бы сказал, что вот это вот на самом деле ХП здесь не основополагающе. Потому что, чтобы это ХП сыграть, мне нужно еще одного Мурлока продать. А это очень много. Наверное, я не буду пока этот фризить ХП. Жонглер неплохо смотрится с Мамашей, но здесь как бы... Был бы здесь триплет жонглеров, наверное, я бы подумал. Так, по факту, это не особо важно. Надо сразу вот сюда бить. Видите, как получается. Видите, он яйцо вскрыл, и... Я без существа. Надо сюда попадать. Давай! Ну, почти. Так, это вскрыли. Мамаша. Ну, Мамаша здесь вряд ли как-то поможет. Стандартно. Моим противником с Мамашей 3.9 падал обычно. 3.6, 7, 8. Ну, нормально, как бы. Он очень сильный. У него очень сильный стол. Так. Так, так, так. Мне дают вылетевшего, а толку мало с этого, да? Там дракон не... Собранный. К дракону мы не пойдем. В бафтаунтов, ну, как бы, мы не готовы к нему. Жонглер нет. Блокобот. Еще один нет. Здесь дает крошер из Нида. Но это как бы совсем для отчаявшихся. Снова ХП пришло. Ну, ХП я и так видел. ХП я отказывался. Могли бы лучше дать, конечно. То есть, как бы, отказываемся от этого в пользу чего? Так, Бран. Это уже, как бы, другой разговор. Бран и Багургал. Совершенно другие... Другие разговоры. Я вот думаю, от чего мы отказываемся. От Мамаши в пользу Брана. Или вот от этого мелкого Мурлока. Тяжелый выбор. Я бы от Мамаши пока не отказывался. Я и от Блокобота пока не могу отказаться. Два удара все-таки это много. Вот это все-таки мне не нужно. Хотя надо было, наверное, вот этого продавать. У меня есть два раунда, это все дело раскачать. Ну, типа, три Мурлока это не так много. Здесь неплохой снатрезим в Мамашу. Можно попробовать, да, такую комбин... Комбинейшн сделать. Но, опять же, это будет не... Не супер сильно. Ну, понятно, почему этот проиграл челик. Потому что все выходят в одну и ту же сборку. Через драконов. Вот это вот все. Поэтому они и проигрывают. Они мешают друг другу собирать себе сборки. А видите, играю через какую-то солянку, меха, демоны, там, Мурлоки. Ну, что насыпало, как говорится. И плюс-минус ничего. Главное, чтобы сейчас противника сильного не было. Что, будем брать снатрезимы надсмотрщика? Вот сюда вот. Я, наверное, возьму, возьму. Опа! Я не зря взял. Так, так, так. Тут, на самом деле, выбор. Вот это я точно беру, потому что это очень много вэлью. Очень много. Там драконы. Хотя против драконов не супер сильно. Есть мамаша бесов, можно от нее отказаться. Но она дает, в принципе, ничего. Но у меня нет, к сожалению, места под мамашу бесов здесь. То есть я могу вот от этого отказаться. Но тогда вэлью с багургла просто пропадет. Пустоту идет. Давайте сразу ральнем. Чекнем, что тут. Ничего суперкрутого я не вижу. Можно, конечно, багургла. Я думаю, что сейчас наша задача найти триплет багургла. Есть триодинный репликатор и есть аргус очень хороший. И здесь хороший ролл. Здесь натрезим и аргус. То есть я думаю, что уже мы можем слазить с блокобота. С блокобота мы уже можем слазить. То есть если я сейчас не вылечу, то это будет хорошее усиление. Я продаю блокобота, аргуса играю на... Ну, я, наверное, разок ральнусь, посмотрю, что там будет. Аргуса можно сыграть на анигиляра. Так-то. На анигиляра и на одного багургла, скажем, вот на этого раскачанутого. Чтобы если вдруг что, вот этого багургла продать. Вдруг место понадобится, да. Плюс сыграем на трезиму на анигиляра. Может быть, этого хватит. Я очень надеюсь, что нового дэмэджа мне здесь хватит. Как минимум, анигиляр на 7 атаки выглядит весьма-весьма устрашающе. Плюс багурглы тоже неплохи. Тоже неплохи. Здесь 8, 19. Ну, явно-явно у меня тут дэмэджа преобладает над моим оппонентом. И мы выселяем этого челика. Ну, это получилась солянка, но это не манажери, ребят. Это не манажери, это я брал только лучших существ для того, что давали как бы. Это... Ну, типа, вроде вначале собирались мехи. Но по факту мехи как бы и закончились. Так, что у нас тут было? Драконы. Драконы, драконы. Да, наверное, я буду так делать. Там яд, наверное, еще не близко для него. Это я продаю, это я беру. Это все бафаем. Я могу сделать ролл и купить здесь что-нибудь себе для сборочки. Скажем, какого-нибудь крошера снида. Это... Ну, типа, я должен здесь взять лучшее из того, что мне предлагают. Ну, во-первых, здесь есть озерный охотник, который может бафнуть моих мурлоков, да? Есть крошер снида, который может дать мексну, который может дать врагореза. Я думаю, что крошер снида приоритетнее. Статов, я думаю, должно хватить. Статов должно хватить. Тем более, мало ли там что будет. Семнадцать семьдесят семь тем временем, анигиляра. Анигиляра я защитил крошера с одной стороны браном, да? Вдруг размашистый удар, анкит нашел. Но тут он шел два уровня. Ну, типа, когда я с ним дрался три хода назад, он был в третьей таверне. Теперь он в пятой таверне. То есть два хода подряд он апал таверну. Если он два хода апал таверну, то я предположу, что он примерно такой же, какой был. Вот, а я за это, а я это время усиливался. То есть семнадцать семьдесят семь как минимум должно втащить мне. Но он два раза выигрывал, так что его оголодавший дракон, он у него был, он скорее всего апался. Поэтому он уже там порядка двадцать, ну, двадцать четыре, наверное, уже атаки. Или двадцать два. Точно не помню. Двадцать четыре шестнадцать, да? Два плевка на семь. Размашистых все равно нету. Тут как бы пофиг. Он уже отказался от, как его, как его зовут-то? Скажите, как его зовут? Какой хороший удар. Я смотрю, не хотят Багургла трогать. Зато они Гиляра выигрывают вообще полностью, вышибают Дерила. От Восковсадника. Он в тот раз ко мне пришел с Восковсадником. Но зато он почему-то не отказался от Красного Дракончика. Это было слабо. Здесь остался один мех. У нас триплет. Я думаю, у нас большие шансы здесь на победу. Надо сразу ральнуться, посмотреть. Ё-п-р-с-а-т. А я даже не знаю, что брать тут, господа. Господа хорошие, а что брать? Возьмем, я думаю, яд минимум. Сюда. Я не уверен в Анигиляре. Адаптации нет. Он мех. Возможно, мне понадобится пыщ. Возможно. Можно закинуть сюда яд. Ты, дядя, мне не нужен уже. Я могу вот сюда баф кинуть. Мне нравится Анигиляр. Но как бы все это я сыграть не смогу. Хочется яд закинуть. Но что-то одно. Я бы вот это морозил вообще пул. Возможно, брал бы тебя. Возможно, брал бы тебя. Все-таки вот здесь атака. Это прям очень важная штука. Я могу еще что-то продать. Например, Брана. И на место Брана поставить что-то действительно, что меня может усилить. Например, например, что? Например, мне кажется, против... Ну, там два меха. Два меха это не так много. В принципе, вот сюда можно яд закинуть. Плавника. Это будет хорошо. Но это может быть просто... Это может быть последняя партия. Я, наверное, возьму Анигиляра. Сделаем вот так. Ну, 3.32. Здесь Брана есть еще вернем. Не уверен в этом роли. Может быть, важнее вот этот триплет собрать. Хотя тут яд и чудес. Ну, посмотрим. Это был прям вот имбический ролл. Здесь можно развести как-нибудь вот так от врагореза. Спасти вот этих вот мурлоков. И мурлока-демоны. Спущен. Всякое бывает, да, гидры там. Вон, гидры раскачаны. Да я же первый бью. Правильно? А что толку? Да, он первый бьет. Еще и так красиво. Ну, скорее всего, он тогда победил. К сожалению, вряд ли так можно победить. Тут если я... Только если я Ривендера сразу вырежу. Нет, я Ривендера не вырезаю. И тут сейчас врагорез будет... А, яйца. А, Ривендер умер, да? И что, хватает мне? Еще по 16 кучи. Здесь 31 влетает. Это мы пробили. Но, скорее всего, это не конец. Пыщ очень нужен, но, к сожалению, там 4 атаки, насколько я видел. То есть первый удар будет Брана, второй очень с Конгора. Но все равно Пыщ здесь выглядит весьма и весьма сильно. Все равно Пыщ здесь выглядит хорошо. Как можно от него отыграть? Прям вот, прям, прям еще лучше. Есть еще Аргус. Ну, кстати, в Аргусе я не супер уверен. Насколько я понял, яд мне не особо нужен. Потому что, ну, плюс-минус нормально там все было. По поводу Аргуса, опять же, врагорезы, да? Гидро в Бабл Таун. Ну, я зря Брана взял. Ну, типа, я Брана взял, потому что вот это могло в триплет собраться. Яд. Тебя я продаю. Так, мне... Я могу, конечно, Пыща под Таун закинуть. Больше атаки будет. Восемь. Но я как бы и так пробиваю. Толку мало. Давайте еще один ролл. Ну, отыграем от его Гидры тогда. Скорее всего, вот так. Да не, вот так будет лучше. Ну, потому что он может бить первым. Я не мог больше ставить провокации, потому что... А, он, видите, отыграл. Опять он ударил первым. Я ударю сюда. Возможно, сюда. Нет. Плохой удар. Здесь Мурлок уже погибает. И начинается тут... Ну, он ничего не резнул. Но, как бы, вот сейчас яйца пойдут. Под воскрешение. И умирает Ривендер опять из-за этого. Все ему вот эта смерть Ривендера порит вообще по-страшному. Снова Бавл получает. Ну, вот мы сняли Бавл. Ну, скорее всего, он здесь выигрывает. 16, 16. Еще снова он ударил первым. Из-за этого побеждает. 5, 6, 7 урона. Я не вылетаю. Два раза подряд он ударил первым. Считаем. Считаем количество ударов первым. Ну, как бы, все равно он там как-то спасся. Он в шестую вышел. Что тебе, друг, в шестой делать? Можно взять тебя. Тут вот, знаете что, желательно гидру. Раскачанную до 7 атаки. Но у меня это не получится сделать. Я закину вот сюда, наверное, атаку. Это мы сюда закроемся опять. Опять же. Сюда статов раздадим. Вот это в триплет. Ну, блин. Я бы, на самом деле, больше штатов сделал. Но я боюсь гидра опять, да, будет бить первые и все. То есть, смотрите мне. Что нужно, чтобы победить? Я бью первым, попадаю в... В болвара. Он получает атаку, становится... Ну, у него хп... Атака становится равна 3. И я дальше бью в учениц конгора. И я должен бить первым. Это раз... Сюда мы поставим. Во-первых, я должен бить первым. Во-вторых, должно нормально... А, он еще вот это поставил. Опять он ударил первым. Опять. Здесь я пробиваю бронзового стража. Здесь он отыграл уже по полной. Но здесь как бы уже нигиляр очень хорош. И здесь по полной он не вскрывается. Плохой удар. Плохие удары. Ужасные удары. Ривендер живет до сих пор. Все вскрылись. Все яйца. То есть, статов мне не хватит уже здесь. Чтобы победить. Ривендер умирает. Но, как бы... Все очень печально. Очень идеальные... Идеальные удары. Я не могу, к сожалению, победить. Такого идеального исхода не могу. Нереально. Никто бы из вас не смог бы здесь победить. На таких разменах. Ну, топ-2. С учетом подкрутки от игры. Я считаю, что... Это максимально, что здесь можно было сделать. Лучше. Ну, мне, скорее всего, надо было отказываться от... Пыща. Но толк-то. Я все равно никак бы не отыграл это все. Ну, я бы не победил лучше. Ну, то есть... Ничего не сделать было. Банально ничего не сделать. Потому что, ну... Лучше могло сыграть только 2 пыща. Но он поставил дракона. И 2 пыща здесь уже не играли. Лучше под браном было раскачать... Ну, триплет анигиляра. Вот. Триплет анигиляра мог зарешать. Ну, я как бы искал. Но его тоже не было. Хорошие размены. Да. Хорошие размены могло зарешать. Ну, как было, так... Так было. И ничего с этим поделать не можем. Второе место тоже. Место. Учитывая, что не всегда мы можем... Как-то повлиять на игру. На сегодня буду, ребят, с вами прощаться. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочки есть в описании. А на сегодня все. С вами был Групп. Увидимся в следующем видео. До скорых встреч. Всем пока.